Мы продолжаем изучать недельный раздел Торы Айфи, последний раздел книги Берешит, и тема, на которой мы останавливаемся очень подробно, это благословение Якова, его благословение своим сыновьям. И хотя всегда говорят именно о благословениях, внимательное изучение текста показывает, что не все, что говорит Якова-то благословение, среди этого есть и описание характера своих сыновей, и прозрение, предвидение о том, что будет с ними в дальнейшем, то есть, что будет с их потомками, с коленами, с пленами, которые произойдут от них, каким образом они расселятся в Рызь Исраэль, и что будет отличать их жизнь там. Но пока что, прежде чем ответить на вопрос, который сам по себе напрашивается, почему же все-таки все это называется благословением, пока что сосредоточимся на самих благословениях, на том, что говорит Яков о своих сыновьях. Мы видели очень подробно то, что Яков говорил о своем первом церковь Вене, о Шимоне, о Леви и, наконец, вот Иуда. То есть, понятно, что описывая характер и давая оценку каждого из своих старших сыновей, Яков совершенно естественно подыскивает своего преемника, подыскивает вождя того, кто займет его место после того, как он покинет этот мир. И на роль вождя не подошли ни первый церковь Вен, ни дальнейший по старшинству Шимон и Леви, и вот только на Иуде Яков останавливается это действительно, вот это вождь, это тот, кого он ищет. Напомним слова. Вот здесь, по крайней мере, даже не углубляясь в детали этого текста, а те где совсем-совсем непростой, много поэтических выражений, много метафор, но уж если речь идет про скипетр, не отойдет, скипетр от Иуды, скипетр, очевидно, это символ власти, это как каждый понимает. Стало быть, вот символ царской власти, вот мы и нашли, вот Яков нашел преемника себе, вождя того, кто достоин властвовать в народе Израиля. Сам вот этот стих не отойдет, скипетр от Иуды и стело законодателя. Стало мало кому известное, но лучшего перевода не нашли, имеется в виду тот пишущий инструмент, с помощью которого писали на глиняных табличках или на восковых, когда текст вдавливался в табличку, вот это вот и есть стело, замена нашей ручки. Так вот, стело законодателя, т.е. здесь есть две стороны вот этого первенства и лидерства Иуды. С одной стороны, это царская власть, символ которой скипетр, а с другой стороны, это духовное руководство народом и символ ее стело законодателя. Слова сами не отойдет скипетра от Иуды, что они означают? Получается, что власть и лидерство даны ему навека, если так, то немножко странно, ведь мы знаем, что действительно власть в еврейском народе была дана царю Давиду, царь Давид по происхождению был из колена Иуда, но власть это не была вечной, были много-много лет. Потомки Иуды, потомки царя Давида были царями в Израиле, но этому пришел конец, конец пришел, когда пришел конец вообще всему еврейскому государству с разрушением Иерусалима и храма и с полной потерей государственной независимости, когда это сделали в Вавилонии в 422 году до новой эры по утверждению Талмуда по талмудической хронологии, то с тех пор вроде бы нет больше еврейской власти, по крайней мере власти царской. Как же понимать тогда слова «не отойдет скипетр от Иуды», Раши говорит так «не отойдет скипетр от Иуды, от Давида и дальше», т.е. само слово «не отойдет» Раши понимает, что не просто означает, что власть всегда будет принадлежать только Иуде, значит до того, как она пришла к Иуде, будет еще кто-то, кто будет обладать властью, но с того момента, когда она попадет впервые представителю, потом представителю Калины Иуды и с этого момента и дальше уже она не отойдет от них. Это, Раши цитирует здесь слова наших мудрецов, это главы диаспоры Вавилонии, которые правили народом посредством скипетра. Т.е. даже в эпоху Вавилонского плена, после того, как еврейское государство прекратило свое существование, и после этого, когда находились евреи в Вавилонском плену, то там они получили довольно широкую автономию от центральной власти, и во главе этой автономии был так называемый рейш Галута, т.е. глава изгнанников, он пользовался поддержкой центральных вавилонских властей, так что скипетр, если не царской, то, по крайней мере, автономной власти у него был, и по заведенному порядку это мог быть только потомок колена Иуды, только потомок царя Давида, и сами вавилонские власти поддерживали такой порядок, не позволяя, поскольку они должны были утверждать любого человека на должность рейш Галута, то они никогда не позволяли никаким, может быть, даже если они были заинтересованы в ком-то, но все-таки никому, кто не происходил из семейств, знавших свое происхождение, ведущих свое происхождение у царя Давида, никому вилонские власти право быть рейш Галута не давали. Ну, а и то, что сказано из тело законодателя, тоже не отойдет от его потомков, это в ретраши, здесь тоже мы видим в эпоху второго храма уже, когда в еврейском народе возникает государство в государстве, т.е. не просто духовное руководство, но и некоторый элемент управления народом, несмотря на официальную политическую власть, которая оказывается целиком на службе у римлян, возникает такое государство в государстве, т.е. должность князя, должность председателя Санедрина, который не имеет власти фактической, политической, но имеет духовную власть над народом. И вот эта должность тоже передается по наследству от отца к сыну, людям из потомкам семьи Илеля, который снова ввел свое происхождение от царя Давида. Так объясняет раши словами мудрецов, как же быть вот с тем обещанием, которое здесь дает Яков, что не отойдет скиптор от Иуды, а вроде как. Проблема с этим объяснением, что и те институты, власти, которые мудрецы наши здесь указывают, они тоже имели свой конец. В общем, в итоге пост-Рэш-Галута, он тоже был не вечен, и он приблизительно в 1038-м, и даже, может быть, чуть раньше году новой эры, он уже перестал существовать, когда вавилонские власти попросту отменили его, упразднили его целиком. Что касается Несиин, то есть руководителя Санедрина, потомки Илеля, Санедрин тоже был упразднен еще намного раньше, в 30-е, если не отменили, а это было в 3060-м году новой эры. Так что как же, как все-таки понимать этот стих? Посмотрим Рамбана. Начинает Рамбан так. То, что сказано, не отойдет скипетр от Иуды, не имеется в виду, что он никогда не отойдет от царей из рода Иуды. То есть, прежде всего, Рамбан объясняет, что нельзя понимать это буквально, что власть дана колену Иуде навечно, что всегда в еврейском народе будет царская власть, и стало быть, здесь есть, и тогда то, что здесь написано, это обещание вечной, нескончаемой государственной независимости и суверенитета еврейского государства. Но это так нельзя понимать ни в коем случае. Прежде всего, потому что это не реализовалось и не случилось. Понятно, что это уже аксиоматично, что не может быть, чтобы обещание Якова, записанное в Торе, не сбылось. Значит, понимать и так буквально нельзя. Ведь написано, говорит Рамбан, только его доказательства не то, что я сказал, из фактов, его доказательства сильнее, потому что сама Тора в другом месте говорит, уведет Господь тебя и твоего царя, которого ты поставишь над собой, к народу, которого не знал ни ты, ни твоей цитой. Сама Тора обещает, что будет голубь, будет изгнание твоего царя, уведут, уведут его в ссылку. Речь там идет про Агриппу, но так или иначе сама Тора говорит, что суверенитет еврейского государства, он не вечен, будет обязательно изгнание и прекратится царская власть. Значит, нельзя понимать этот стих как обещание вечной царской власти и вечной независимости и суверенитета еврейского государства. И когда сыны Израиля, продолжает Рамбан, и их царь ушли в изгнание, то у них не осталось ни царя, ни его военачальников. Верно, что был Раиш Галут в Вавилонском изгнании, но Вавилонское изгнание тоже имело конец, а вот когда уже начинается Галут и дом, и домское изгнание, то там уже нет ни царя, ни вообще даже автономии никакой нет, никакой, собственно говоря, власти уже как таковой не существует. И уже много веков нет царя в Израиле. И ни один из пророков не обещал народу Израиля, что благодаря тому, что над ними властвует царь из дома Иуды, он никогда не отправится в изгнание. Не только в самой Торе, но и в обещаниях пророков такого нет. Это было бы очень здорово, если бы у нас было такое средство обеспечить свою вечную независимость, только заботиться о том, чтобы были цари из колена Иуды, уж тогда точно мы всегда останемся независимыми и суверенными. Этого нет, такого обещания нет, поэтому понимать так нельзя. Но здесь имеется в виду, как же правильно понимать этот пособок. Но здесь имеется в виду, говорит Рамбан, что скипетр никогда не отойдёт от Иуды, чтобы перейти к одному из его братьев. Так как царь, правящий народом, всегда будет из его потомков. И ни один из братьев не будет властвовать над ними. То есть цари будут не всегда. Это сама Тора обещала. Но пока будут цари, это будут цари из рода Давида. Это будут цари из рода Иуды и не из других колен. И также законодатель не переведётся снова среди его потомков. Поскольку всякий законодатель, в Израиле, у которого был на руке перстень царя, будет тоже из его потомков. И его потомок будет властвовать и повелевать всем Израилем. И что у него будет царская печать до какого момента. Здесь мы продолжаем где-то. Остановился на середине стиха, но стих в дальнейшем всем уже непонятный. Как там сказано, не отойдёт скипетр от Иуды из тела законодателя, от его потомков, пока не придёт в Шиле. Кто не придёт в Шиле? И почему пока не придёт в Шиле? Кто это значит? Его потомок будет властвовать, пишет Рамбан, и повелевать над Израилем. И у него будет царская власть до прихода Шиле. И ему будут повиноваться народы, как сказано дальше, следуя его воле. Это царь-помазанник. Ведь слово-то скипетр, оно указывает на Давида, который был первым царём. То есть, то, что сказано, не отойдёт. Скипетр от Иуды – это самый первый царь из колена Иуды Давид, который получил царскую власть. Он был обладателем царского скипетра, и его потомки будут продолжать быть царями до тех пор, пока не придёт Шиле. Что такое Шиле? А это уже его потомок, которому будут повиноваться народы,ными словами, Машер, царь-помазанник Машер, ведущий и символизирующий собой избавление еврейского народа и всего мира, восстановление еврейского государства, так как его запланировал Тор. Значит, и от самого начала власти царской в еврейском народе, с того момента, когда она становится наследием колена Иуды и до прихода Машерха, всё это время здесь есть утверждение, что царями будут потомки Иуды, а не другие колена. И смысл этой строки заключается в том, что Яков поставил Иуду царём над братьями и передал ему в наследство власть над народом Израиля, и об этом сказал Давид. И избрал меня Господь Бог Израиля, чтобы быть царём над Израилем вовеки. Ибо... Почему меня? А почему никого-то другого? И царь Давид прежде всего потому, что ибо Иуду избрал он во властители. То есть прежде всего было избрание колена Иуды. Остался небольшой вопрос. А колена Иуды там достаточно много людей, десятки тысяч мужчин. Почему именно? А среди Иуды кого? А в доме Иуды это уже дом моего отца. Как было сказано пророку Шмуэлю, отправиться в дом Ишая и там найти претендента на царство. А и сыновей моего отца, меня благословил поставить, меня благоволил поставить народом, царём над народом Израиля. И вот это выражение «не отойдёт» мы уже его уточнили, Ираша уже так намекнула, что так следует его понимать. «Не отойдёт» это значит, что всегда будет написано здесь, что всегда будет, а не отойдёт. То есть будет период, когда власть не будет у Иуды. Но это первый период. А с того момента, как объяснила Ираша, как она попадёт, только к Давиду уже с этого момента не отойдёт. Так же пишет и Рамбан. В этом отношении он с Ирашей не спорит. Вражение «не отойдёт» подразумевает, что хотя сначала над Израилем будет властвовать представитель другого колена, но с той поры, когда царскую власть примет потомок Иуды, да уже скипетр уже тогда не отойдёт от его рода и не перейдёт к другому колену. Действительно, исторически так и было. Первым царём Израиля был не Давид, а первым царём Израиля был как раз тесть Давида, Шауль, происходивший из колена Бениамин. Рамбан останавливается здесь подробно и вот на этой истории царствования царя Шауля. Пишет он так. «А Шауль, которое происходило с колена Бениамин, стал первым царём Израиля именно потому, что в тот период само желание евреев поставить над собой царя было поручено в глазах Всевышнего». То есть, просто напрашивается, если Всевышний, как говорит сам царь Давид, и как это мы видим здесь, если он выбрал колено Иуда и в дальнейшем домишая для того, чтобы быть царем, и царём может быть только потомок, только тот, что происходит из колена Иуды, и более узко только потомок царя Давида, то почему тогда не начать уже, почему не начать царскую власть в резком народе с правой ноги? Почему нужно было начинать с кого-то другого, чтобы первым царём был Шауль? Если желание Всевышнего, чтобы царями были только потомки Давида. Почему бы сразу не поставить Давида? Может быть, так получилось, что воцарение Шауля было слишком ранним? Нет, ничего подобного. Шауль и Давид были современниками. Конечно же, он был старше. Он был тестем Давида. Они жили в то же самое время. Поэтому, если уже пришло время назначать царя, так можно было назначить Давида. Отвечает на это Ранба. Действительно так. Но поскольку само в той исторической эпохе, в тех условиях, которые были тогда, само решение и само требование еврейского народа назначить царя, оно было порочным. Оно было нехорошее. Именно поэтому Всевышний тогда не назначил, не привел к назначению Давида на царство, ибо царство Давида должно быть вечным. А то царство, которое было основано на неправильном подходе и на порочном желании, и на порочном стремлении, оно вечно не должно быть. Оно будет временем. Я снова читаю Ранба. Итак, Шауль стал первым царем Израиля. Именно потому, что в тот период само желание евреев поставить над собой царя было порочным в глазах Всевышнего. Потому-то Бог и не хотел поставить над ними царя из колена, которому действительно принадлежит царская власть, и от которого уже вовек не отойдет скипетр. Он даровал колену Бениамина только временное царство. Так это называют наши мудрецы. А то есть временное царство Бениамина. И намек на это, что это первое царство было с самого начала намечено как временное, пока не созреет возможность передать скипетр Давиду. Намек на это содержится в стихе из книги пророков. Сказано там так. Это пророк Уше, Триасар. Дал я тебе царя в гневе и отнял в ярости. То есть то, что я тебе дал царя, поскольку я дал тебе царя в гневе, то есть назначение царя было нежеланным тогда. Само требование народа назначить царя было тогда неправильным и неуместным. Поэтому, поскольку дал тебе царя в гневе, то есть Южно не стал по принципу бодрек шадаму цели лехму лехиму, то есть по тому пути, по которому человек хочет идти, по тому пути его и ведут. Хотите себе царя – это неправильно, это неверно. Это сейчас неуместно. Но если хотите – пожалуйста. Но вы его получаете в гневе, и тогда это будет только временно. Поэтому сразу продолжает пророк и отнял его в ярости. Шаулю было дано царство против воли Бога, и поэтому оно было отобрано в ярости. В чем здесь эта ярость выразилась? Что конец этого царства был очень трагичным, чтобы Шауль был убит вместе со своими сыновьями, со всеми, и его династия тем самым. Присеклась и уже после смерти. После смерти Шауля, естественным образом его взять Давид, поддержанный сначала коленами Иуда, а затем и всеми коленами Израиля становится царем. Здесь назревает другой вопрос. Рамбан так убедил нас. Почему? Отвечая на вопрос, почему Всевышний не начал с назначения Давида царем, если это единство, если Иуда – это единственное колено, которое может царствовать, и Давид – он избранник, то почему тогда царство начинается с него? Потому что, отвечает Рамбан, потому что само назначение царя тогда, само избрание царя, оно было нежеланным и неуместным. Почему оно было нежеланным и неуместным? В Туре есть заповедь, которая требует назначения царя. Сказано в Туре, что ты должен, обязательно должен поставить на собой царя. И Рамба на основе этого стиха засчитывает эту обязанность назначить царя одной из шестисот тринадцати заповедей. Так как же можно назвать исполнение повелительной заповеди неуместным, порочным и негодным желанием? Наоборот, если народ потребовал тогда назначить над собой царя, то есть, по идее, они попросту тем самым выполняли заповедь Туры. Чего же здесь плохого? Чего же здесь порочного? Почему же это называется назначать с левой ноги? Почему нужно было давать временного царя, который получил своё царство в гневе и потерял его в ярости, потеряв вместе с царством свою жизнь и жизнь своих сыновей? Как это понять? Это вопрос очень известный. И обсуждается он, комментатор, обсуждается не в книге Брешит, которую мы сейчас изучаем, а в книге Двори. И Рамбан тоже вкладывает и прибавляет и свою лепту в обсуждение этого вопроса. Объясняет Рамбан так. Значит, как нам примирить то, что есть заповедь с одной стороны назначить царя, а с другой стороны и это, то, что мы почитали в Рамбане выше, это подтверждается действительно рассказом из книги Шамуэль о назначении царства. Там совершенно очевидно ясно, что Всевышний проявил, мягко говоря, неудовольствие по поводу требования народа назначить царя. Объясняет Рамбан. Это произошло потому, что у сынов Израиля уже был пророк и судья Шамуэль, который вёл их войны по воле Творца, избавляющего от врагов. И им не следовало искать для себя царя при жизни Шамуэля, как он и сказал им, Господь – Бог. Господь – ваш Бог, вот ваш царь. Всё верно, Рамбан, конечно. Есть заповедь, очевидно. Но заповеди нужно исполнять так, чтобы не давить других людей вокруг. Только эту субботу я вспомнил. И есть известный заповедь, написано во многих книгах, что когда после чтения Торы поднимают свиток и показывают его всем народу, то есть митцва подойти поближе, посмотреть на этот свиток, на его, не просто на свиток, а именно на текст свитка Торы, и постараться по возможности даже хотя бы чуть-чуть его прочитать. Написано, что это даёт большой-большой свет, просветление человека. Есть люди, которые стараются очень-очень пронуктуально исполнять эту заповедь. И когда только начинают поднимать свиток Торы, они срываются со своего места и мчатся с тримглав к Эбиме, чтобы успеть увидеть текст Торы, успеть даже прочитать. Часто эти люди сшибают тех, которым не удалось увернуться от экстремительного бега, они бегут исполнять заповедь, но людей вокруг себя они не видят. Ну и толкают, расталкивают, давят людей, детей. Не все, конечно. Вообще не все, кто старается исполнить эту заповедь так себе ведут. Есть такие, которые так себе любят. Это говорит Рамба. Заповедь, да, конечно. Есть заповедь назначить царя. Конечно. Есть заповедь, более того, назначить царя по требованию народа. Стало быть, требование народа должно было предшествовать. Народ должен был потребовать назначения царя, а пророк уже должен был, исполняя волю народа и заповедь Торы, выбрать, указать, кто тот человек, кто может быть царём. Понятно, что быть царём – это совсем непростая вещь. И большинство, 99,9% людей не в состоянии быть царя. Пророк должен был это указать. Так вот здесь это можно было делать тогда, когда в народе был разгрот и шатание, когда серьёзной власти не было. И таких периодов в еврейской истории было предостаточно в эпоху Судей. Но как раз в завершении эпохи Судей в завершении всё было наоборот. Еврейский народ наконец-то обрёл настоящего вождя, не царя. Им был Шмуэль. Человек, обладавший колоссальным духовным авторитетом, пророк, отец всех пророков, которые были после него, человек, который, не занимая формальные должности царя или всё, кому-нибудь, он был судья, шофе, т.е. он стоял во главе Бейдина, Равинского суда, и власть его исходила не из царских прерогатив, а из закона торга. Т.е. он властвовал не царской властью, а законом торга. Прийти к такому человеку и сказать, а поскольку ты пророк, ты нам назначишь царя, потому что мы царя хотим. Это значило сказать, а не следовало ли тебе, старый, пойти на пенсию? Грубо говоря. Конечно, так люди не сказали. Они сказали, мы хотим царя, который будет нам управлять и т.д. Но это означало просто, что ты и Шмуэль сам нам назначишь царя, а ты отправишься на пенсию. Слова ему даёт. Это не годится, нельзя было этого делать ни в коем случае. Поэтому требование народа назначить царя таким образом, позволяя вместе с этим плевок в лицо Шмуэлю, это в глазах Всевышнего было совершенно негодным и непозволительным. Поэтому и царство, которое выходит из такого требования, связанного с обидой нанесённым человеку, оно царство, о котором говорит пророк, дал я тебе царя в гневе, потому что здесь была обида Шмуэлю, и отнял его в ярость. И Всевышний сказал Шмуэлю, т.е. после того, когда Всевышний согласился, пожалуйста, сказал Шмуэлю, они хотят царя, хорошо, найди им цель. По пути, по которому человек хочет идти, по тому пути его и ведут, пожалуйста. Хочешь сюда – иди сюда. Это неправильно, это не верно, мешать тебе не будем. А самому Шмуэлю Всевышний даёт несколько слов, которые показывают, что действительно каковы были здесь его мотивы. «Мне тебя отвергли они, а меня отвергли от царства не над ними». Т.е. ощущение, прежде всего, обиды, что уже плохого Шмуэль сделал, ни одной ошибки в его руководстве не было. Он практически поднял еврейский народ из состояния ужасающего, в котором был до него. Он сумел дать надежду, он сумел и духовно поднять народ, и в военно-политическом отношении были большие изменения и успехи в борьбе с тогда очень тяжёлым врагом, с филистинлянами, как в русском переводе попросту с палестинцами, как тогда называли, народ, который вторгся с Эгейских островов в прибрежную полосу Эрцисраэль. Всё это было, и при всём при этом вот так вот, в общем-то, на пике вот такого вот очень удачного управления в этот момент Шмуэлю указывают, что неплохо бы ему отправиться на пенсию. Не тебя отвергли, говорит, ему все вышли они, а меня отвергли от царства не над ними. И поэтому вначале Творец не дал им такой царской династии, которая устоит в веках. С самого начала это Мальхудша, а временное царство, и поэтому этим временным царём не назначается Давид, он должен стать царём навеки, а назначается Шаул. Всё бы хорошо, хорошее объяснение. Вроде как всё сходится, но Рамбан находит ещё одну неувязку. Если мы утверждаем, говорит Рамбан, что с самого начала царство Шауля было временным, то есть у нас сложность рядом мест в книге Шмуэля, из которых получается вроде бы не так, что был шанс того, что царство Шауля будет вечным, но только его собственные ошибки Шауля и привели к тому, что он потерял царство и не сумел основать свою династию. И Рамбан цитирует этот стих, но ведь пророк Шмуэль сказал Шаулю после того, как он его помазал на царство, и после того, как тот его ослушался, нарушил повеление Шмуэля, касавшееся конкретной войны. Так что, когда Шмуэль приходит и выговаривает царя, выговаривает царю, то говорит он ему, до сих пор Господь ставил твое царство в Израиле навеки. Но теперь в результате этой твоей ошибки твое царство не устоит, ибо не соблюдал ты того, что повелел тебе Господь. Так можно понять, что если Шауль бы не согрешил, если бы он не совершил этой самой ошибки, не ослушался он пророка Шмуэля, так получается, что его потомки и ныне бы правили, и дали бы правили народам Израиля. Так же так. Мы утверждаем, что на самом деле с самого начала царство Шауля было ограниченным, было временем, а из этого выговора, который даёт Шмуэль, получается, что была бы возможность, что Всевышний мог бы назначить тебя царём навеки, а вот в результате твоей ошибки ты всё потерял. В Чедрабан нет. Однако здесь подразумевается совсем не то. Не имеется в виду, что Шауль имел шансы на вечное правление над народом Израиля. Это нет. Он имел шансы на вечное правление, но не над всем народом. Не над всем народом Израиля. Поэтому это и сказано «в Израиле», а не «над Израилем». Как там сказано «до сих пор Господь ставил твое царство в Израиле навеки». Надо было бы сказать «твое царство не над Израилем». Стало быть, в Израиле имеется в виду, что он бы имел возможность ограниченной власти, например, над своим собственным коленом Бениамин. Власть, не центральную власть, может быть, автономную или ещё какую-нибудь, но, по крайней мере, и такая власть могла бы быть для него тоже уделом его наследников после него. То есть, с основания династии хотя бы внутри колена Бениамин. И этого ему не удалось из-за той ошибки, из-за того, что он ослужился правого Ишмуэля. Возможно, они бы правили, потом Гешауля, правили бы только над сынами Рахели, например, над коленами Бениамина, Ифраема и Минаж или только Бениамина. А верховная власть над всем народом Израиля была бы у царя из колена Иоанна. Поскольку всегда, а как-то, может быть, Рамбан об этом не пишет, но, возможно, будет нам задать этот вопрос, а как-то так. С одной стороны намечен царь над всем народом Израиля – это царь Давид и в дальнейшем его потомки, а при всём при этом, может быть, ещё в Израиле будет ещё один царь. И, например, только над сынами Рахели, над коленами Юсефа или коленами Бениамина. Как-то так два царя. Как там были мудрецы, два человека одной короной пользоваться не могут. Если есть один царь, то… Исторически мы видим, что всегда, почти всегда в еврейском народе было противостояние. С одной стороны, Иуда и все остальные колена, а с другой стороны, сыновья Рахели, прежде всего, потомки Юсефа – это Минаше и Ефраим, которые чувствовали себя достаточно свободными, достаточно автономными и не всегда готовы были беспрекословно подчиняться центральной власти. То есть вот это вот противостояние Фраим, как предводитель группы колен сыновей Рахели и все остальные колена, главные из которых происходят от нашей материи Лей, это противостояние было. Поэтому вполне возможно, можно себе представить, что если бы Шауль удостоился того, то он и его потомки, точнее, он был народом над тем Израилем, по крайней мере его потомки могли бы сохранить какую-то вот такую автономную власть над коленами сыновей Рахели. Закончив проблему с Шаулем, Рамбан переходит к следующей мысли. И вот здесь вот чётко видно его понимание иное, чем понимание Раши того, что сказано в стихе. Раши понимает, что здесь есть обещание. Не отойдёт скепит рот Иуды, сказано это в будущем времени, означает это обещание, что на будущее, глядя на будущем, можем быть уверенным, можем сказать точно, что Всевышний уж позаботится о том, чтобы скепитер не отошёл море Иуды. Рамбан уже даже внутри этого понимания говорит, что здесь нет обещания того, что будет всегда царская власть Иуды. Имеется в виду, что всегда, когда будут цари, они будут от колена Иуды и не перейдёт. Вот здесь Рамбан понимает, что это не столько обещание на будущее, сколько это будущее время, сказанное здесь – это императив, повелительное наклонение. То есть здесь есть запрет передавать власть или брать, узурпировать власть, отнимая её у колена Иуды, у потомков царя Давида. Власть принадлежит еврейском народе на основе этого пасука, так считает Рамбан, исключительно царям и из колена Иуды, и точнее из рода Давида. И любой, кто попытается стать царём в Израиле, не будучи потомком Давида, он узурпатор, и он призваивает то, что ему не принадлежит. Вот сейчас посмотрим, как это пишет Рамбан. Я читаю его текст. «По моему мнению, цари из других колен, которые правили Израилем после Давида, нарушали волю нашего праотца Якова и посягали на чужое наследство». Есть же факт. После царя Давида царствовал Шломо, а после Шломо его сын Рахаван. Но вот в самые же первые дни, в самые первые годы царство Нерахавама, его царство раскололось на два. Был бунт, то есть основной костяк еврейского народа не согласился с требованием царя Рахавама с его налоговым игом и подняли восстание. И с того момента еврейское государство оказалось расколотым на 2 из 2. Есть южное царство Иуда и Бениамин, и есть северное царство во главе с коленами Ефраем и Минаж. Это факт. Вопрос. А если в Торе существует запрет царской власти, запрет на то, чтобы царская власть переходила кому бы то ни было, кроме потомка царя Давида, а как же быть с этими царями, которые на протяжении многих-многих поколений узурпировали, получается, царскую власть? Что значит, они нарушали явный запрет Торы? Говорит Рамбан, да, совершенно верно, нарушали. По моему мнению, цари из других колен, которые правили Израилем после Давида, нарушали волю нашего братства. Здесь есть завещание Якова, и они его нарушают, и посягали на чужое наследство. Они полагались, а почему они это сделали? Вообще-то можно сказать, а чего, а разве не известно, что цари из Северного царства, они вообще были идолопоклонниками, ну-то какое им дело, если они идолопоклонники были, так ещё одну заповедь нарушили того, что сами стали царем? Нет, ну и так. То, что они были идолопоклонниками, да, это не значит, что они нарушали законы Торы. Это отдельная история Глины, в которую входить не будем, но вся эта история идолопоклонства Агуда-Зара, язычества в Северном царстве, это не значит, что народ Израиля изменил полностью Торе, забросил. Конечно, нет. Имеется в виду, что они наблюдали законы Торы и верили в Бога. При том, что они допускали ещё вдобавок Тора и различные языческие культы, те, которые были приняты среди окружающего населения, была такая гипердуховная активность, которая требовала… Вещи нам сегодня непонятны, мы живём сегодня в такую эпоху, в которую человек вообще от слова духовность превратился уже в какое-то такое слово, от которого люди только корчатся. Люди ощущают только материальные. Тогда было не так, тогда была потребность, сильнейшая потребность ко всему духовному, в том числе и к лже-духовному. И вот эту потребность и удовлетворяло язычество, процветавшее тогда в Северном колене. Но заповеди Торы соблюдали. Тогда вопрос – как же эти цари позволили себе нарушить явный запрет? И такое очевидное завещание нашего братца Якова? У них было на что опереться? было оправдание. Пишет Рамбан. «Они полагались на слова пророка Ахе, Ашелунии, который помазал на царство Иеравама, передав ему слова Бога. Если ты станешь следовать всему, что я тебе заповедую, и станешь ходить моими путями, и то и я буду с тобой, и устрою тебе дом верный, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиль, а потомство Давида я унижу, но не навсегда». То есть, я упомянул, что внук царя Давида Рахавам, ему не удалось удержать власть над всем народом Израиля, и был бунт, в результате которого северные колена, 10 колен откололись от царя Рахавама в Иерусалиме. Это не просто так был бунт. Этот бунт был инспирирован пророком, крупнейшим пророком того времени, Ахе Ашелунии. То есть, духовные авторитеты того периода поддержали этот раскол. Конкретно Ахе Ашелунии поддержал лидера, вождя этой революции, которого звали Яравам бен Невад, он дал ему понять, что Всевышний согласен на этот раскол, более того, он хочет тем самым унизить дом Давида, т.е. проучить и наказать царей и потомков Давида, но, как любое наказание, оно должно быть временным. Если ребёнка ставят в угол в качестве наказания или лишают его велосипеды или ещё что-нибудь, это же не может быть навечно, но временно. Точно так же и здесь. Иерусалимские старые поставят в угол, конечно. Отберут у них почти большую часть царства. Десять из двенадцати колен, это верно, но временно. Но так или иначе сам раскол и назначение Яравам бен Невад на царство, оно было инспирировано свыше и оно было поддержано пророком. А мы знаем, что в тот момент, когда пророк, если есть какая-то заповедь в Торе, например, запрет как здесь, запрет передавать царскую власть кому бы то ни было, кто не происходит из дома царя Давида, но если приходит пророк в какой-то момент и говорит, что вот этот запрет Торы, который безусловно существует, но его временно следует нарушить, то, что называется ораат шаа, то есть временное указание нарушить какой-то запрет Торы, то если этот пророк нам известен и нам очевидно, что он действительно пророк, а не лжи пророк, тогда мы обязаны исполнить его требования. Так что сам раскол и назначение Яравама царём над десятью коленами в нём ничего неправильного не было. Ещё раз я зачитываю то, что говорит Рамбан. Они, то есть цари, которые царствовали в северном царстве десяти колен после Давида, они полагались на слова пророка, который помазан на царство Яравама, передав ему слова Бога. Что же было в этом пророчестве? Если ты, так он предупрудил Яравама, станешь следовать всему, что я тебе заповедал, и станешь ходить моими путями, то я буду с тобой и устрою тебе дом верный. То есть я тебе устрою династию такую, которая устоит. Так же, как я устроил Давида и отдам тебе Израиль, а потом с ну Давида я унижу, но не навсегда. То есть цари эти, отделившиеся, отколовшиеся от народа Израиля, должны были знать, что весь этот раскол, он временный, и в какой-то момент они должны будут добровольно отказаться от царства и начать переговоры по воссоединению страны. Вот это оказалось для них испытанием, которое они не смогли вынести. Власть – колоссальная штука, колоссальная сила. Найти людей, которые способны, у которых есть душевные силы на то, чтобы самостоятельно и добровольно отказаться от власти, очень и очень тяжело. Ну а уж тем более это не получилось с теми царями, которые правили десятью коленами, потому что большими праведниками они не были. Продолжает Рамбан, тем не менее, когда в течение длительного времени они продолжали ставить над собой царей из других колен, то есть десять колен продолжали свой бунт и свое независимое существование и продолжали осуществлять независимое государство, отдельное от Иерусалима, и не возвратились к династии Давида, то вот в этот момент, с какого-то момента, большой здесь вопрос, а что называлось, как нужно было определять не навсегда, а когда, сколько, год, два, тринадцать, сорок пять, семьдесят восемь, шестьдесят три, сколько это? Отдельный вопрос, ну по крайней мере с какого-то момента, когда условия уже созрели для того, чтобы пойти на мировую и воссоединить страну, и они этого не сделали, то они приступили, и это повеление пророки Архиашилуни, то есть в этот момент они нарушили сразу два. Первое они нарушили запрет Торы, не отойдет скипетр от Иуды, второе они нарушили слова пророка, и пророка тоже нужно слушаться, точно так же, как послушали пророка и пошли на раскол, точно так же нужно было его послушать, и раскол в какой-то момент прекратить, и вернуть царство в династии Давида. Как только не послушали, то нарушили не только заповедь, запрет Торы, не отойдет скипетр от Иуды, но и слова Архиашилуни, за что и были наказаны. Действительно, судьба всех царей вот этого израильского северного царства, она достаточно трагична, никому из них не удалось установить серьезно на долгое время династию, все они оказывались один за другим, почти все, почти все оказывались один за другим жертвами заговоров, переворотов, революций, погибания на войне, за что были наказаны. И пророк Ульше передает слова Бога, относящиеся именно к тем поколениям. Ставили они царей, но не от меня. Это то, что говорит Всевышний. Были цари над северным царством, но ко мне это никакого отношения не имеет. Эти цари нелегитимные, они не от меня. Поэтому вопрос, нарушался ли здесь запрет Торы, ответ – да, конечно, совершенно верно. Делает Рамбан еще один шаг вперед. До сих пор он обсуждал царей, которые правили во времена первого храма. Только правили они не в Иудее, а правили они в Северном царстве десяти колен. Ну, а как быть с эпохой второго храма? Правда, большую часть эпохи второго храма никакой вообще царской власти, да и практически никакой власти-то не было. Евреи жили и в Рацийсрае. Большая часть евреев вообще жила в Вавилонии. Там был некоторый отблеск, что-то, что напоминало власть потомков Давида, т.е. это институт Рейш-Галута, руководители вавилонской еврейской автономии. А меньшая часть евреев жила в Рацийсрае, но всегда под властью. Сверхдержав сначала под властью Персии, затем под властью Греции. А вот затем был короткий период до того, как попали под власть римлян, был короткий период независимости. И не просто независимости. Независимость – это была завоёвана в борьбе с греками, борьба, которая не началась ради достижения независимости, борьба, которая началась за право беспрепятственно соблюдать законы Торы, чтобы власти не вмешивались в наши религиозные дела, а закончилась она приобретением независимости тоже. И потомок Хашмунаим, которые начали эту борьбу с греками, в какой-то момент, если не изменяет мне память, кажется, в 140 с копейками году до новой эры назначил себя царём. Йоханну Нуркинус, который провозгласил себя царём. Вопрос – а с этим как быть? Если первые цари, ну, вообще-то они были не самые большие праведники, как бы сказали, они даже вообще грешили и долбоклонством в том числе. Но уж Хашмунаим, семейство Хашмунаим, которые спасли еврейский народ от ассимиляции в греко-сирийском обществе, которые спасли Тору, если бы они где бы мы сегодня были. Как же можно было ждать от них такого нарушения? И если действительно здесь содержится в этих словах запрет только, как утверждает Рамбан, а не обещание, как это понимает Раши, то как же могли потомки Хашмунаим, потомки прославленных этих братьев позволить себе такое грубое нарушение? Пишет Рамбан. И за это, то есть именно вот за это нарушение, за присвоение, за узурпацию царской власти были наказаны также и цари из рода Хасманеев, Хашмунаим, которые правили в эпоху второго храма. Они были благочестивыми праведниками, никто не сомневается. И лишь благодаря им Торы и заповеди не забылись в Израиле. То есть все мы, наш долг им, этой семье, он колоссален. Если бы не мы, где бы мы сегодня были? Не было бы сегодня еврейского народа, не был бы израил. И тем не менее, они были наказаны страшной камней. Все их потомки были истреблены. Действительно, мудрецы в Татьябабабатрах говорят, что каждый сегодня, кто скажет на вопрос, откуда он происходит, если он скажет, что он ведёт свой род от Хашмунаим, то можно быть уверен, что это не только не кошерные евреи, а вообще-то и раб по своему происхождению. Почему так? В действительности судьба Хашмунаим была ужасной. После того, как они пригласили себя царями уже через пару поколений, получается, когда умирает царь Янай, некоторое время после этого царствует его вдова Регенша, царица Шлом Цион, а после её смерти начинает борьбу за власть два их сына, то есть хашманейские принцы, Уркинус и Аристоблус, Геркан и Аристобун, эта власть приводит в конечном итоге к потере независимости. Ибо тогда римский генерал Помпей, находившийся в Сирии, воспользовался этой борьбой и ввёл свои легионы в Русалим, тем самым, в общем-то, началось римское владычество над страной и над еврейским народом. А в одном из этапов этой самой разборки, когда власть была при поддержке генерала Помпея передана старшему брату Уркинусу, то в доверие к нему втёрся некий антипатр, который был по происхождению Идумея, то есть потомком Эйсава. И он стал прокладывать, заняв довольно серьёзный пост в этом управлении под властью римля, он стал прокладывать путь своему молодому и очень амбициозному сыну, которого звали Ордус или Ирод. Ирод этот был сильным и удачливым человеком, ему удалось втереться в доверие и к римлянам, и к Уркинусу, и кончается всё тем, что, во-первых, он женился на принцессе из рода Хашмунаим и получил, тем самым он получил как бы легитимацию еврейского на царство, будучи сам по происхождению Идумеем, а не евреем. Во-вторых, он, правда, прошёл Георг, но это был Георг фиктивный, это отдельная история, просто нет времени в это входить. Оставался по Альпиддин, по закону он оставался не евреем, и затем он получил право на царство от римской администрации. И вот после того, как он женился на хашманейской принцессе и получил право на власть, то после этого стали при непонятных обстоятельствах исчезать один за другим все члены семьи Хашмунаим. Один совершенно случайно напоролся на свой собственный нож, другой совершенно случайно утонул в плавательном бассейне, третий отравился чем-то грибами, наверное, или ещё чем-нибудь. В конечном итоге оказалось, что жена Хордуса, жена Ирода, хашманейская принцесса Мирьян, она единственная и последняя представительница рода Хашманей. Кончилось тем, что Ирод и её тоже прикончил, когда у него уже окончательно его паранойя довела его до совершенного сумасшествия, то он прикончил и её. Таким образом, не осталось больше никаких Хашмунаим, остались только сыновья, которые родились у Ирода от хашманейской принцессы Мирьян. Что с ними стало, это отдельная история. В любом случае получается, что вот это вот семейство, которое спасло еврейский народ, оно погибло таким ужасным образом, когда вот этот вот Ирод, не еврей, раб, по сути дела, перебил, прикончил всё это семейство. За что их постигла такая кара с небес? Говорит Рамбан, они были благочестивыми праведниками, и лишь благодаря им торы и заповеди не забылись в Израиле. И тем не менее они были наказаны страшной карой. Все их потомки были истреблены. За что? За этот грех. Именно за этот. Больше ничего. Иначе невозможно это объяснить, говорит Рамбан. Именно за то, что они воцарились, хотя и не происходили из колена Иуда и из рода Давида. Они же по происхождению были коины, священники. Куанин. Потомки праведного коина Матитьяу Хасманея попытались окончательно отобрать скипетр у колена Иуды. И были наказаны мирой за мир. У них тоже был, как объясняют многие комментаторы, у них тоже был некоторый намёк. Здесь не было пророка, который, как во времена Иеробама, мог сказать действительно, что Всевышний здесь позволяет им взять это царство. Но некоторый намёк был. В чём был этот намёк? Имён был в том, что, одержав победу и войдя в храм, они нашли пах, маленький кувшинчик с маслом, который был запечатан печатью первосвященника. А это масло именно при помощи него происходила церемония помазания, т.е. назначения царя. Но поскольку это был именно пах, мы знаем, что царя Давида его тоже помазали на царство. Но там Шмуэль для этого использовал не кувшин, а использовал для этого рог. Полый рог. И мудрецы говорят, что это не случайно. Кувшин – это для помазания на временное царство, а рог – это для помазания на вечное царство. Почему это так? Почему здесь именно кувшин, а там рог? Не будем входить в эти детали, но это не случайно. Стало быть, Иохаш Мунаим тоже был некоторый намек на то, что временно для борьбы с греками, для борьбы с внешними врагами, для консолидации всего народа они имеют право на верховную власть. Но потом с ней нужно было расстаться. И снова мы видим, из-за того, что не расстались с этой властью, продолжали узурпировать царскую власть, их постигает жуткая кара, они были наказаны за это мера за меру. «Всевышний поставил над ними царём их раба Ирода, который их всех и истребил». То есть в этом была здесь мера за меру. Точно так же, как они отобрали власть у потомков Иуды, то и у них власть была отобрана человеком, который ещё меньше, чем они, проходил на царство, потому что они хотя бы были евреи, коины только, не иудеи, не потомки колена Иуды, не потомки царя Давида, но хотя бы евреи. Тот и евреем-то не был, проявшёл он к Иуду, фиктивный. Вот как понимает Рамбан этот стих, ещё раз подчёркиваю, если Раши видит здесь в основном обещание о том, что власть никогда не отойдёт от потомков Иуды и власть царская и духовное лидерство, то Рамбан видит здесь прежде всего запрет, запрет передавать власть кому бы то ни было, кроме колена Иуды, кроме царя Давида и его потомка. Ну, о благословениях других сыновей об этом сегодня мы уже не успеем говорить, так что оставим это на следующий раз. Спасибо. 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 Спасибо.